Грузия примет активное участие в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». По словам грузинского премьера Георгия Кверикашвили, проект полезен как укреплению двусторонних связей, так и региональной интеграции в целом. Высокую оценку китайскому проекту «Один пояс, один путь» Георгий Кверикашвили дал нам встречу с представителями Международной торговой палаты, объединяющей несколько десятков крупных компаний. По мнению премьер-министра Грузии, стратегия регионального развития, призванная облегчить перевозку китайских товаров в европейские страны, будет полезна многим государствам, расположенным вдоль пути их следования. Грузия в этом смысле не исключение. В концепции «Один пояс, один путь» дает возможность нашим странам более масштабно сотрудничать в торговле и инвестициях, а также повышать уровень торгово-экономического партнерства. Инициатива нацелена на то, чтобы связать кратчайшим путем Азию и Европу, а значит, дает возможность активнее взаимодействовать в инфраструктуре, энергетике, коммуникациях и производстве. Кроме того, проект активизирует культурные и гуманитарные обмены, что также немаловажно. Георгий Кверикашвили добавил, присоединившись к стратегии «Один пояс, один путь», Грузия возвращается к своей исторической роли. «Мы будем пользоваться всеми преимуществами своего геополитического положения, оставаясь главным транспортным узлом между Азией и Европой». Задействовать в этом будут и современные информационные разработки, в том числе в рамках совместных инициатив, как, например, «Цифровой шелковый путь». Эта стратегия предполагает большую вовлеченность IT-технологий в торгово-экономические отношения с участием 36 стран. «Электронные площадки – это еще один способ познакомить инвесторов с грузинскими проектами, который к тому же будет способствовать укреплению региональной интеграции». «Цифровой шелковый путь» далеко не единственный механизм, с помощью которого Грузия намерена наращивать взаимодействие с Китаем в рамках концепции «Один пояс, один путь». Поддержали в Тбилиси и созданный по инициативе Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, одним из соучредителей которого стала Грузия. Кроме того, страна уже подписала соглашение о свободной торговле с ЕС и сейчас ведет переговоры по созданию ЗСТ с Китаем. Продолжение следует... Продолжение следует...